Ты пойми, что свободна и молода, в этом сердце волнуется кровь, что под маской наружного холода бесконечно скрыта любовь. Эта открытка 1947 года отправлена в надежде на то, что адресат все поймет из контекста строк Некрасова. Каждому важно осознавать, что нас помнят и любят, дарят свое внимание и теплоту, даже находясь на расстоянии. Валентина, поздравляю тебя с вашим законным праздником, днем 8 марта. Желаю провести этот весенний праздник очень хорошо, чтобы он запомнился на всю жизнь. С солдатским приветом, Сергей. Дорогая Наташа, поздравляю тебя с 8 марта. Желаю тебе море счастья и океан любви, но в этом океане смотри, не утони. И хорошего весеннего настроения, Лена. Сестренка, поздравляю тебя с Международным женским днем 8 марта. Желаю самых наилучших успехов в учебе и работе, счастья в личной жизни. Пусть хотя бы эта открытка тебе напоминает о брате, о котором ты позабыла. Было принято за две недели до праздника выбирать на почте или в киоске «Союз печати» открытки и рассылать поздравления далеким родственникам, бывшим сослуживцам, армейским друзьям, одноклассникам, ученикам или учителям. Дорогая дочка Ретуша, поздравляем тебя с Международным женским днем 8 марта. Желаем крепкого здоровья, отличного настроения, счастливой личной жизни и благополучной работы. Целуем крепко. Мама, папа и Сережа. Поздравления по телефону считались чем-то несерьезным. Настоящим выразителем искренних чувств была открытка. Этот символ женского праздника подбирали по настроению. Самые понравившиеся отправляли самым любимым. Они помнят прикосновение рук, настроение отправителя и радость адресата. Здравствуй, мама. От всего сердца поздравляю с женским днем. Отличного настроения, крепкого здоровья тебе. Питайся лучше. Пиши, что нового, как дошла посылка. Если хорошо, то мы еще и яблок вышли. Обнимаем тебя, Володя Валя. Здравствуй, дорогая наша мама. Поздравляем тебя с женским днем. Здоровья тебе крепкого и отличного настроения. Клава написала нам, что в апреле ты и Клава приедете к нам. Мы будем считать дни. Мы очень рады. Деньги мы вам вышлем. Рублей 150. Только обязательно приезжайте. Очень и очень ждем. У нас все хорошо. Обнимаем тебя. Еще раз поздравляем с праздником весны. Твои дети Валя, Володя, Петя. Старшие поколения помнят открытки, больше похожие на плакаты в миниатюре. И обязательное пожелание. Мирного неба над головой. Дорогая тетя Клава, поздравляю вас с днем 8 марта. Желаю вам крепкого здоровья, успехов в работе, хорошего настроения в праздничный день и мирного неба над головой. Дорогая бабушка Наташа, поздравляю вас с днем 8 марта. Желаю вам хорошего здоровья и долгих лет жизни. С приветом, Ира. В 2017 году празднованию Международного женского дня исполнится 100 лет. Открытки с праздником 8 марта начали выпускать в 50-е годы. Ежегодно разрабатывались десятки видов открыток, над созданием которых трудились лучшие художники. Открытку можно отправить по почте, отдать лично в руки, как поздравление или приглашение на праздник. Дорогой товарищ Степанова Клавдия, приглашаем вас на вечер, который состоится 23 февраля в 20 часов в столовой номер 19. Быть совет. Дорогая Клава, поздравляю тебя с праздником 8 марта. Желаю тебе хорошего здоровья, успехов в работе и счастья в твоей молодой жизни. Как живешь, как работаешь, учишься где или нет, советую тебе учиться. Пиши. С приветом, Александра Степановна. В 1965 году 8 марта был объявлен выходным днем. Это говорит о возможности уделить внимание нашим близким. А ведь им так мало нужно отправить открытку, на которой своей рукой оставить поздравление, обращенное только к нему. Мама, поздравляю тебя с Международным женским днем. Желаю счастья, здоровья и долгих лет жизни. Целую, Гриша. Глядя на открытки, можно проследить историю страны, историю семьи. Какие из них появились до вашего рождения, какие после, какие вы адресовали своим близким, подругам, коллегам. Но этот праздник всегда останется в первую очередь маминым праздником. Дорогая мамочка, поздравляю тебя с Международным женским днем 8 марта. Желаем всего хорошего, счастья, здоровья в твоей жизни, твоя дочка Лида. Уважаемая Анна Андреевна, горячо поздравляем вас с Международным женским днем 8 марта. Желаем вам успехов в жизни и рабочих и благодарим за хорошее воспитание вашей дочери Лиды, ученицы 10 класса, директор школы. Главное место на открытках к 8 марта во все времена занимают цветы. Часто художники рисовали мимозу, первые живые цветы, появлявшиеся в продаже как раз к началу марта. Чем ближе к концу 20 века, тем больше становится открыток фотографий. А в памяти реализм 50-х годов, строгость 60-х, легкость 70-х и яркость 80-х. Уважаемые женщины семьи Киль, поздравляем вас с днем 8 марта. Желаем вам всего самого наилучшего, успеха, счастья, благополучия. Больших вам спортивных успехов. Алехина. Создается впечатление, что открытки пишут по стандартной форме. Поздравляю, желаю, подпись. Обращения были разными. Близким, дорогой, коллегам, уважаемый, с надеждой на будущее, просто по имени. В продолжении, после пожеланий, коротко спрашивали о главном. Валечка, здравствуй. Разреши поздравить тебя с Международным женским днем, пожелать тебе всего самого наилучшего в твоей жизни. Каковы у тебя дела? Что нового? Афанасий. Открытки потеряли свою популярность, а ведь они занимали совершенно особенное место в создании ощущения, которое, возможно, и называется счастье. Дорогая милая доченька, поздравляю с праздником весны и днем женщины. Желаю тебе от всей души счастья, семейного благополучия, здоровья и радости твоим детям, моим внукам. Пусть всегда светит тебе солнце. Папа. Уважаемая Анастасия Ивановна, от всей души поздравляю вас с праздником 8 марта. Желаю вам счастья, здоровья и успехов в работе. 4-й Б класс. Открытки неразрывно связаны с их владельцами. Они хранятся вместе с семейными фотографиями. Их любовно перечитывают и передают по наследству. Эти строки несут добро и любовь. А люди, к которым они обращены, вспоминают о главном. Моя дорогая мамочка, Мы так долго были вместе, но только когда оказываешься далеко, понимаешь, насколько прекрасно это было время. Хочу сказать, что люблю тебя. Очень скучаю. Спасибо за твою заботу, внимание, нежность и любовь, Которые дороже всего на свете. Я очень рада, что в этот период вы с папой были рядом. Не переживайте за меня. Все будет хорошо. Я здоровая. Живите дружно. Целую вас. Я очень люблю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова